итак это Skoda Octavia 1.9 TDI 2007 год она мне второй год и я решил поменять масло в коробке в гидроусилителе руля я уже поменял должно быть зеленое там было темно-коричневое масло значит не прогадал и вот нужно поменять в коробке значит заливать нужно через смотровое окошко а сливать нужно через сливное лезем вниз я залез специально заехал на эстакан чтобы показать значит в конце коробки есть сливное но есть нюансы на 17 значит есть несколько вариантов у меня не оказалось ключа на 17 такого шестигранника есть вариант 1 согнул болт со шляпкой на 17 и вот в общем то не прогадал вот здесь вот в заливное смотровое то есть контрольное отверстие оно же заливное вот здесь находится тоже на 17 и в принципе вот я согнул и оно так и натянул надел трубочку и открутил но внизу было так сильно закручено что гну болт выкручиваю болт а он не откручивается поэтому я пошел другим путем таким обыкновенную гайку вот такую длинная гайка удлиненная в строительном магазине продается вот так и накидной ключ или торцевой как вы хотите головку торцевой у меня просто есть накидной ключ почему я пошел в сторону накидного ключа получил смотрите я вставляю и он прямо прямо заподлицо с ним входит и смог оторвать но было закручено очень сильно поэтому обратите на это внимание ну сейчас сливаем а потом через смотровое окошко заливаем нужно это делать на ровной площадке во всяком случае заливать потому что смотровое окошко должно горизонтально машина должна стоять чтобы знать сколько заливать но делать будем это не не удобно сюда заливать ничем через трубочкой шприцом но у меня как всегда есть вот такой насос которым я меняю масло двигателя через трубочку через щуп высасываю и то же самое сейчас буду вот такое масло заливать 75 в 80 одну трубку сюда вторую в двигатель и буду заливать пока не начнет выливаться в общем и вся процедура сверху заливать будет удобно но вот откручивать неудобно поэтому я сейчас его за заехал на эстакаду во первых вам показать во вторых приоткрыл чтобы можно было сейчас съехать на ровную поверхность здесь приоткручу тоже для того чтобы потом от руки дома перед гаражом от руки до откручиваешься ну вот такая ситуация и сейчас подставлю двух литровую баклажку и солью около меньше двух литров масла должно быть говорят 18 ну вот мы и проверим ну что же я подложил срезанную бутылку сейчас потихонечку еще стекает двигатель теплый горячее и коробка не сильно горячим с не стекает ожидаем пока стечет полностью вот столько на стекло это двухлитровая бутылка и стекло ну не знаю литр наверное поэтому считаю что я не проверял уровень он такой темноват но какая новая масло посмотрим уже постоял минут десять в принципе уже больше не льется вот такая жижа вот такого цвета такого скажем коричневого не черного сейчас темно-коричневого цвета включил насос подключил значит вход в бутылку выход взял даже немножко пролил мало ли вдруг какой-то мусор попался немножко слил сюда в бутылку и все сейчас вставляю туда смотровое окошко и буду перекачивать сейчас только залезу туда как-то неудобно снимать точно неудобно да и темновато включил насос потихонечку качает туда через трубочку литр точно надо спустить а второй литр уже контролировать пока не потечет со смотрового окошка в общем то и все не забудьте сначала закрыть закрутить пробку нижнюю и только тогда уже откручивать заливать в общем такая не сложная процедура единственное это с пробкой открутить если она сильно закручена увидимся на канале повторяйте ну и хотел описать чем все закончилось ну во первых вот такая жидкость на просвет смотрите ну темно-темно коричневая во вторых где-то литр 100 максимум литр 200 слилось залил я литр 800 поэтому но есть смысл конечно по-хорошему надо было два года назад залезть и добавить но я этого не сделал по надеялся что ну оно там на весь срок эксплуатации все дела но потом все-таки решил на всякий случай это сделать и по машине уже все это сделал все жидкости поменял и как видим не зря то что заливается я заливал эльф 75 в 80 абсолютно прозрачная с легким с легкой желтизной а здесь абсолютно темная поэтому есть смысл добавлять но в общем подписывайтесь на канал и увидите что очень много по обслуживанию ремонту видео